добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги и партнеры как меня слышно видно поставьте пожалуйста плюсики если все хорошо в нашем чате ну что у нас сегодня понедельник началась последняя неделя июля скажем так лето останется скоро один месяц август дальше начнутся учебу детей дальше начнется студенческое обучение и так далее да то есть жизнь идет своим чередом развивается технология skyway который сегодня с вами будем говорить в начале презентации речь сегодня пойдет о компании skyway capital мы в принципе рассказывать о предложении skyway capital об инвестициях которые может делать абсолютно любой человек сегодня нелогично совсем не рассказав о том куда идут денежные средства во что инвестируют люди но сразу хочу сказать что рассказ о технологии он не будет развернутым он не будет очень подробным потому что подробно технологии можно говорить несколько часов подряд вот и все люди которые приходят к нам на презентации в принципе цель этой презентации дать информацию о том что существуют технологии что есть возможность стать инвестором что есть возможность получать доход да и далее если людям становится интересно у них есть возможность задать вопросы как человеку который проводит подобные мероприятия у них течение у нас течение недели достаточно много причем на разных языках вы наверно знаете да то есть у нас проходит мероприятие на немецком эстонском словацком венгерском французском языках вот и в ближайшее время все больше и больше рынке будут подключаться к развитию проекта компании skyway потому что сегодня 76 стран из которых люди инвестировали в наш проект итак друзья давайте начнем то есть я обещаю что презентацию постараюсь провести не затягивать да то есть не отнимать у вас много времени вот каждый раз я стараюсь укладываться скажем так но стараться по крайней мере 45 минут бывает что затягивается потому что люди задают свои вопросы итак о чем же идет речь то есть речь идет о струнных технологиях либо так называемая технология skyway skyway в переводе с английского это небесная дорога да и человек который вы сейчас видите на экране работает с этой технологии уже на протяжении тридцати девяти лет то есть он разрабатывает ее улучшает и цель анатолия дарыча юницкого который является генеральным конструктором струнного транспорта который является президентом группы компаний skyway это вывод на мировой транспортный рынок новой инновационной транспортной технологии дороги второго уровня о которой вы буквально через пару минут посмотрите ролик что из себя представляет данная технология вот то есть тридцать девять лет труда который положен в реализацию технологии skyway но конечно же они не прошли дарм мало того я скажу следующее что мы уже близки к тому чтобы показать еще раз да потому что уже была демонстрация данного транспорта в десятых годах нашего тысячелетия что из себя представляет инновационный транспорт и скажем так осенью этой состоится демонстрация городского skyway потому что все три сегмента транспортного рынка грузовой высокоскоростной междугородний и городской затрагивает данной технологии то есть на территории к технопарка сегодня так это называется строится все три дороги что-то уже строит что-то будет строить в недалеком будущем итак коллеги кто такой анатолий дарыч юницкий родился на территории советского союза его можно называть российским белорусским советским ученым изобретателем предпринимателем восьмидесятых годах прошлого столетия он стал членом федерации космонавтики ссср которая одна из первых признала всю перспективность создания использованию будущем струнного транспорта струнных технологий которые зарабатывать анатолий дарыч юницкий за время внедрения технологий дважды такая структура как организация объединенных наций выделяла денежные средства гранты на разработку и внедрение данной технологии всего натуре дарыч юницкого более сотни вы более 140 изобретений в различных направлениях развития науки техники различных видов промышленности которые есть на сегодняшний день сельском хозяйстве он автор 18 монографии у него есть более 200 научных работ три высших образования первое из них это инженер транспорта второе образование это патентное право изобретательства и третье образование натуре дарыч юницкого проектирование строительства высотных зданий инфраструктурного сооружения все три образования сегодня все те знания которые он получил за свой скажем так многолетний опыт он реализовывает технологии струнного транспорта ну и добавлю немножко еще что струнные технологии это не только транспорт инновационных 2 уровня до которым идет речь это также возведение строительства зданий высотных зданий зданий коттеджного типа по струнным технологиям строительство портов которые могут быть вынесены в акваторию морей океанов и озер да то есть от береговой линии экономя огромное количество денежных средств скажем так на дополнительные работы на создание фарватера на скажем так те необходимые постройки сооружения которые обычно мы видим в порту далее это строительство взлетно-посадочных полос аэропортов аэродромов это строительство мостов но мы будем немножко подробнее говорить непосредственно о транспорте но почему наверное потому что транспорт сегодня затрагивает более 90 процентов людей проживающих на территории всего земного шара кого-то в большей степени кого-то меньше и мы с вами знаем что у современного транспорта мы используем четыре транспортные системы это автомобильный транспорт железнодорожный транспорт это транспорт водный речной морской это транспорт авиационный то есть у нас есть вы знаете вертолеты самолеты да и в принципе все эти виды транспорта которые нам известны которые мы сегодня с вами используем какой-то скажем так не одну тысячу лет как водный транспорт что-то более 100 лет уверенно, да, это железные дороги, скажем так, автомобильный транспорт уже немногим более 100 лет и авиационный транспорт, то есть эти транспортные системы, как я говорю, привычные нам с вами, да, и мы привыкли видеть эти транспортные средства, которые, скажем так, немногим год от года совершенствуются, появляются более высокоскоростные поезда, появляются более скоростные экономичные, экологически чистые автомобили, но вот назвать все эти транспортные системы экологически чистыми, абсолютно безопасными, абсолютно комфортными, всепогодными, всерельефными и так далее невозможно. Кстати, один из последних примеров – пятница, Москва, вечер, и весь город встал. Может быть не весь, но во многих местах машины плавали, где-то было, скажем так, почти по пояс людям, потому что прошел сильный дождь. То же самое с нами происходит с транспортом, что мы не можем его использовать, когда бывают зимой сильный снегопад, сильный туман, ураганный ветер и так далее. То есть все данные, природные явления, катаклизмы, фактически никак не сказываются на передвижении транспорта по технологии, разработанной Анатолией Даровичем Юницким, которая будет точнее использовать в себе технологии Юницкого. Итак, чтобы не быть голословным, давайте посмотрим короткий ролик, который продемонстрирует, что из себя представляет транспорт уже ближайшего будущего. По сути, технологию называют Транснет, это новый вид так называемой мировой паутины, только мы знаем с вами информационную паутину, которая использует в себе IT-технологии, компьютерные технологии, технологию интернета. Технология, называемая Транснет, это паутина перемещения грузов и людей, которая в себя впитает все преимущества IT-технологий, которые мы с вами сегодня используем. Мало того, благодаря данной технологии мы в удаленные уголки земли, страны, которые сегодня являются труднодоступными, либо, скажем так, мы считаем недоступными, можно довести все те прелести цивилизации, которые мы используем в крупных городах. Итак, друзья, две минуты буквально ролик о Транснете. Кстати, данный ролик продемонстрирует основные, наверное, преимущества, отличия данной технологии от всего того, что мы с вами используем в повседневной жизни. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства, которое потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционная транспортная система неоптимальна и не отвечает требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа транснета – жестко струнного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашита в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождения, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, ролик фактически демонстрирует, что из себя представляет технология, о чем идет речь. И что хотелось бы еще добавить, раз уж я рассказывал о генеральном конструкторе, об Анатолии Дородовиче Чевницком, что вы видите на данном слайде ссылочку, точнее не ссылку, а название сайта www.unitsky.com, огромное количество информации, техническая, скажем так, экономика, строительство, скажем, оказание дальнейшей транспортной услуги, о том, большое количество видеоматериалов, документы, скажем, вплоть до подписанных контрактов на строительство дорог в десятых годах нашего тысячелетия, когда был полигон, о нем мы сейчас буквально поговорим несколько минут, в подмосковном городе Озеры, да, все вы это можете найти на сайте инженера Юницкого. Вот так он звучит у нас в компании. На данном слайде перечислены основные преимущества технологии SkyWay по сравнению с теми, скажем так, транспортными системами, которые мы с вами используем ежедневно. Ну и, в принципе, о многих из них, об этих отличиях, преимуществах говорилось в ролике, который только что сейчас был показан. Да, это и низкая себестоимость строительства, оказание транспортной услуги, поддержание, скажем так, дороги в работоспособном состоянии, потому что эстакада, одиннажды построенная, как заявляет генеральный конструктор, будет служить свыше 100 лет. Минимальный землеотвод, то есть, по сути, почти в 100 раз меньше, чем необходимо для строительства обычной автомобильной дороги. Высокий уровень автоматизации. Кстати, буквально вчера, да, по телевизору видел информацию, был в Белоруссии и собирался уже в дорогу сюда, и в новостях видел, что здесь, в России, разработали транспортное средство, которое будет передвигаться полностью, скажем так, в автоматическом режиме, возможно, данное транспортное средство, типа мини-автобуса, да, будет перевозить туристов, приехавших на чемпионат мира по футболу и так далее. Скорость данного транспортного средства 30 км в час, ну и так далее, так далее. Ну, вот если сравнить данную технологию, которую планируют внедрить, с тем, что разрабатывают Ленинские, да, то есть, это небо и земля, потому что тот автобус, который планируется, он будет ездить, опять же, по земле, ничего не меняется, только единственное, действительно, он будет управляться, скажем так, в автоматическом режиме. Далее, высокие скоростные показатели транспорта Skyway, то есть, если сравнивать с тем, что мы имеем, внутри города, да, до 150 км в час, городской Skyway от 50 до 150, грузовой до 120 км в час и высокоскоростной междугородний до 500 км в час, может быть, даже до 600. То есть, речь уже идет о том, что замахиваемся на скорости более высоких. Можно использовать возобновляемые источники энергии, высочайший уровень безопасности, то есть, все то, что перечислялось в ролике. Каждое транспортное средство будет снабжено противосходным устройством, идеальной ровность пути, без швов, без температурных, без сварных швов, потому что идеально ровно будет заглажена, скажем так, зачищена струнная рельс, то есть, качение стального колеса по стальному рельсу, то есть, много-много преимуществ по сравнению с теми технологиями, которые мы используем. Ну, конечно же, это экономия времени и финансовых затрат, да, то есть, как на строительство трассов, то, что мы с вами говорили, так и в дальнейшем на эксплуатацию этих дорог. И у дорог есть одна из характеристик, очень важная, быстрый срок окупаемости. То есть, те предполагаемые проекты, стоимость, точнее, скажем так, срок окупаемости, о которых мы еще будем говорить, от года до пяти. Вот таким вот образом. Я не буду сейчас подробно останавливаться на каждом данном преимуществе, потому что, действительно, по каждому из них можно говорить очень долго. История струнного транспорта, по сути дела, как я вам говорил, насчитывает 39 лет. Условно можно разбить на 4 этапа, которые вы сейчас видите на данном экране. На данном слайде. То есть, первый этап был длительный, почти 20 лет, с конца 70-х годов, с 77-го по 94-й включительно, когда и заявка была первой на изобретение, и первая публикация в научной прессе, в первую очередь Советского Союза, первый грант Советского фонда мира, первая научно-практическая конференция в Белоруссии, в городе Гомеле. Второй этап. У Анатолия Даровича Веницкого своя научная школа в Санкт-Петербурге. Большое количество продумок и испытаний в аэродинамической трубе, в первую очередь это касается высокоскоростного SkyWay, то есть придание формы наиболее оптимальной, снижение, скажем так, коэффициента аэродинамического сопротивления. Именно в это время были продемонстрированы первые действующие модели физические, масштаб 1 к 5, к 10, к 15. Получен первый грант организации объемных наций, по сути на бумаге отработана технология первого поколения транспорта, струнного транспорта Веницкого. Третий этап. Чем он был важен, чем он ознаменовался? У Анатолия Даровича Веницкого появился свой испытательный центр полигон в подмосковном городе Озеры при активном участии Александра Лебедя. На то время он был губернатором Красноярского края. Он, наверное, один из первых чиновников, который наиболее полно осознал, что данные технологии в первую очередь нужны Российской Федерации. Благодаря данной технологии можно строить дороги в условиях речной мерзлоты, потому что характеристики перепада температур от минус 70 до плюс 70, путевая структура и транспортные средства будут это выдерживать. Во время существования полигона в подмосковном городе Озеры было проведено большое количество испытаний струнного транспорта. Вы видите, да? ЗИО-131, который разбирается по металлическим рельсам струнам. Отработан целый ряд методик. Разработана была технология фактически второго поколения струнного транспорта. Был получен второй грант организации обменных наций. И в данный период времени были заключены те самые контракты о строительстве дорог по струнным технологиям в целом ряде регионов Российской Федерации. Кстати, вы их тоже можете найти на сайте юницкого, юницкий.ком. Именно в это время технология была продемонстрирована президенту на тот момент Дмитрию Медведеву. На госсовете его тоже можно легко найти. Видеоматериалы есть на сайте Юницкого, есть на сайте Skyway Capital, есть на наших видеоканалах в YouTube. Это транслировалось, скажем так, в 2009 году на всю страну. Присутствовали губернаторы всех областей, всех регионов Российской Федерации. Были министры профильных министерств. Ну, в общем, скажем так, по итогам госсовета Медведев дал распоряжение Министерству транспорта Российской Федерации изыскать около миллиарда рублей для развития данной технологии, для развития струнного транспорта Юницкого. К сожалению, в течение недели после данного госсовета полигон в подмосковном городе Озера разобрали. То есть разобрали, без каких-либо концов осталась там голая земля. Было заявлено, что земля государственная, она нужна для строительства какого-то важного государственного объекта, который, в принципе, не построен там до сих пор. Но, в принципе, полигон сыграл свою положительную роль, потому что действительно большое количество международной делегации посещали территорию полигона и видели, что из себя представляет транспорт будущего. Эксперты целого ряда организаций, институтов Российской Федерации посещали полигон, давали свои экспертные оценки и заключения. На одном из слайдов вы увидите короткий перечень, более подробную информацию, кто был, какие заключения давал, даже видеть эти, скажем так, сами документы, вы можете на сайте Анатолия Городовича Юницкого. Итак, третий этап разнаменовался потерей полигона, но важно, что Юницкий не опустил руки, важно, что он продолжал вести работы по совершенствованной технологии. У него уже образовалась команда партнеров и соратников, и он продолжал вести переговоры с чиновниками различного уровня, с людьми мира бизнеса, потому что нужны были средства на что? На постройку еще одного такого теста участка, демонстрацию, скажем так, транспорта струнного еще раз и в дальнейшем уже сертификацию всех трех систем, это городской, высокоскоростной и грузовой системы Skyway и выход на международный транспортный рынок для того, чтобы, скажем так, уже коммерциализировать данную технологию. Переговоров было большое количество, но, скажем так, почти все они зашли в тупик, и в 2013 году Юницкий принял решение оценить свою технологию, оценить свою, скажем так, интеллектуальную собственность, которую он владел на тот момент. Она была оценена независимыми агентствами и компаниями европейскими в сумме более 400 миллиардов долларов США. На основании интеллектуальной собственности была зарегистрирована компания на территории Британских островов, в Великобритании, да, и было принято решение, скажем так, привлекать инвестиции посредством на тот момент, скажем так, еще, по сути дела, неизученного, да, почти нигде не применимого вида инвестиций, краудинвестинг, то есть, по сути дела, народное инвестирование. Он обратился к простым людям, таким, как мы с вами, о том, что у него есть идея, у него есть технология, которая была уже показана, и нужны денежные средства для того, чтобы еще раз построить тестовый участок, продемонстрировать возможности транспорта и выйти на мировой рынок. А те люди, которые становятся с инвесторами этого проекта, становятся и совладельцами самой технологии. То есть, каждый по своим силам и средствам может приобрести любую из пакетов долей компании и в дальнейшем, по сути дела, становится совладельцем крупнейшей транспортной компании, потому что амбиции и планы в ближайшие там 5, 10, 15 лет 30 или от 30 до 50 процентов мирового транспортного рынка будет занята технологией Skyway. А вы понимаете, что транспортный рынок – это очень емкий рынок, касаемо денег, которые там вращаются, там миллиарды и триллионы долларов США. Соответственно, те, кто сегодня будут становиться совладельцами данной технологии, будут получать в дальнейшем очень серьезный вид дохода, потому что сегодня можно приобрести доли компании, пакеты долей компании на очень выгодных условиях. То есть, предполагаемая стоимость отдельно взятой акции в 2017 году, когда компания планирует выйти на мировой транспортный рынок, один доллар США. У группы компании Skyway с 2014 по 2017 год существует 15-этапный план выведения этого транспорта на мировой транспортный рынок. И сегодня мы уже находимся на седьмом этапе. Каждый из этапов подразумевает проведение определенного количества работ с целью приближения момента демонстрации, сертификации транспорта. И, соответственно, каждый этап, в каждый этап должна быть привлечена определенная сумма инвестиций для того, чтобы эти работы были выполнены в срок. Мы не отстаем от планов. Как говорит генеральный конструктор, мы еще увидим, что проделываем на сегодняшний день. И хотелось бы еще отметить следующий момент. То есть, существует этот 15-этапный план. То, что я сказал, мы сегодня находимся на седьмом этапе. И 2017 год станет моментом выхода со всеми тремя уже, скажем так, сертифицированными транспортными системами на мировой транспортный рынок. Сегодня ситуация выглядит таким образом, в отличие даже от прошлого года, например, что у нас уже большое количество, скажем так, стран, структур внутри этих стран. Обратили внимание на технологию, об этом с вами поговорим немножко впереди. А сейчас я хотел бы включить короткий ролик, который продемонстрирует все-таки, что же было на третьем этапе в подмосковном городе Озеры. И потом мы с вами будем двигаться дальше. То есть, вы посмотрите ролик, в котором демонстрируется то, что данная технология была продемонстрирована миру, то, что о ней много говорилось на центральном телевидении, да, на целом ряде центральных телевизионных каналов. Были тематические передачи на региональных телевизионных каналах, да, много освещалось развитие технологии в прессе различной, научной, транспортной. Анатолий Городич Юницкий принимал участие в большом количестве форумов, посвященных науке, технике и транспорту в первую очередь. Соответственно, было получено большое количество наград, призов, депутат. Готов, прием! 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес ездят на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струна-то разбита система, это очень удобная система. И доказательством того, является то, что я стою под грузовиком 8-12 тонн. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай экстренной эвакуации 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова взбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов, в масштабе 1 к 15, 1 к 10 и 1 к 5. Все модели действующие и полностью отвечают критерию физическая модель, то есть с точки зрения физики соответствуют полноразмерным изделиям и позволяют моделировать статику нагружения и динамику движения. Был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнены многочисленные продувки моделей воскоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе, что позволит спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире. Кстати, одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров. Никакой террористический акт этой дороги не страшен. Опыты показали, что если рухнет опора, юнибус будет ехать по-прежнему. Его лишь немного покачнет. Струнная дорога – это безопасный и комфортный транспорт. В заключении Анатолий Эдуардович поведал, что и нашу страну готов опутать в миллионах километров таких экологичных дорог. Они, по его словам, пройдут над горами, лесами и зелеными холмами. Итак, друзья, по сути, сегодня ситуация выглядит следующим образом. Мы привлекаем инвестиции для строительства, вот вы видели участок, который был в подмосковном городе Озеры. Сегодня мы строим в Беларуси центр демонстрации, сертификации, можно назвать «Эко-технопарк». Мы об этом с вами еще поговорим немножко впереди. И задача, опять же, в ближайшее же время продемонстрировать возможности строительного транспорта. И те люди, которые стали соинвесторами нашего проекта с января 2014 года, я думаю, сейчас получают большое удовлетворение от тех новостей, которые мы получаем каждый день. Я просто помню 2014 год, когда все это, скажем так, не совсем, когда все начиналось. Я пришел с лета работать в компанию. И мы радовались, когда у нас была какая-то одна новость за месяц. Как же продвигается наш проект, что там за работы ведутся и так далее. Сейчас у нас бывает по 3-4 новости в день. И все они позитивные, все они о том, что технологии развиваются, о том, что на нас все больше обращают внимание и так далее. На данном слайде, я думаю, многие из вас уже успели прочитать название тех структур, которые давали свои заключения, экспертные оценки во время существования полигонов в подмосковном городе Озера. Это Институт проблем транспорта Российской Академии наук. Кстати, данные, которые дал этот институт, свои заключения, они отражены в буклете, который вы можете найти в личном кабинете партнера компании Skyway Capital. Это и Сибирское отделение Российской Академии транспорта, Гостроя России, Министерство экономики транспорта, Петербургский госминистерство и сообщения. И мы с вами говорили про организацию обменных наций. За все время было получено более 50 патентов на технологии. А я говорил, что Анатолий Дарвич является экспертом в направлении патентов видения. Более 40 международных дипломов и наград было получено Анатолием Дарвичем технологии на различных форумах. Так я говорил. 2014 год, который я вам говорил, когда началось привлечение инвестиций, разнаменовался тем, что весной на территории Республики Беларусь, в городе Минске, появились первые конструкторы. То есть появились первые люди, которые сегодня активно трудятся над реализацией и внедрением данной технологии. Ну и, по сути дела, это, наверное, был ключевой момент начала привлечения инвестиций и появления наших конструкторских бюро. 2015 год стал ключевым и переломным, потому что именно в 2015 году в начале группа компаний Skyway определилась с участком местности, за который в дальнейшем было принято решение бороться на аукционе летом. В июне месяце на аукционе было подтверждено, что участок местности площадью почти 36 гектар в Минской области, в Пуховичском районе, недалеко от города Марина-Горка, закреплен, отдан в аренду, компания «Струнные технологии», которой руководил Анатолий Дародович Юницкий. Перед этим был раунд, двухраундовые, точнее, переговоры с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и намеченный, скажем так, целый ряд путей реализации данной технологии в регионе, скажем, Аравийского полуострова, да, в целом. Далее, в конце июня была занесена запись в реестр Единого государственного регистра недвижимого имущества Республики Беларусь, вы видите здесь, да, о том, что участок закреплен за струнными технологиями. В июле месяце состоял, я помню, субботник, на котором присутствовал, самая, если не ошибаюсь, 17 июля 2015 года, и после этого начались первые изыскательные, а потом и строительные работы на территории Экотехнопарка. Осенью специалистами нашей компании был получен международный код инъекционной ценной бумаги, инъекционный код ценной бумаги, ICIN так называемый, да, это процедура, которую проходят все публичные кампании, акции которых сегодня котируются на международной бирже. Также в начале лета о технологии узнал Род Хук, это человек, который когда-то был, как его сейчас называют, экс-министр транспорта Южной Австралии, да, в сентябре небольшая делегация из Австралии посетила и Экотехнопарк, и территорию наших конструкторских бюро, были проведены переговоры с Анатолием Дарычем Юницким, скажем, и вот с того момента Род Хук вернулся в Австралию с твердым намерением реализовывать эту технологию на территории австралийского континента. Так вот сейчас, я думаю, те из вас, кто следили за информацией, за последними, за новостями, в июне месяце уже более, скажем так, крупная делегация приехала из Австралии, он с собой привез, Род Хук с собой привез специалистов, которые работают в направлении, скажем так, создания крупных инфраструктурных проектов, касаемых транспорта, недвижимости, люди, которые были задействованы в свое время при строительстве самого высокого небоскреба в Гненных Арабских Эмиратах. И они дали свою экспертную оценку, скажем так, уехали еще более одухотворенными. И, в принципе, на сегодняшний день, как раз таки в направлении реализации проектов, связанных с развитием транспорта SkyWay на территории Австралии, принято решение о строительстве 500-метрового участка в университете Флиндерс в Южной Австралии, то есть от железнодорожной станции до университета, чтобы студенты могли очень быстро и комфортно добираться до учебных зданий. Все это будет реализовываться уже в ближайшее время. Далее, осенью группа компаний SkyWay, предприятие струнной технологии, вместе с Пуховичским райисполкомом принимала участие в тендере в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь». И порядка на два десятка проектов была распределена сумма в размере 5 миллионов евро. То есть часть этих денежных средств пошла и на реализацию нашего проекта. То есть не только деньги. Возможно, это был не такой частый случай, но тем не менее, приятно, что деньги в наш проект пришли не только посредством инвестирования частных лиц финансовых, частных инвесторов, такие как мы с вами, но также и получили, скажем так, тендер в рамках вот этой программы. В октябре 17-го числа состояла закладка нулевого километра дороги SkyWay на территории Катехнопарка. Вы видите внизу на данном слайде фотографию знака нулевого километра. И в конце ноября 2015-го года группа компаний SkyWay перешла на работу по новому инвестиционному продукту. То есть наши инвесторы, у них появилась возможность приобретать пакеты долей компании в рассрочку. То есть незначительные средства инвестируют ежемесячно, люди на выходе получают солидный пакет долей компании, солидный пакет акций нашей компании. И данная, скажем так, система приобретения пакета долей компании себя полностью оправдала, потому что здесь выгода, наверное, обоюдно сторонняя. То есть наши инвесторы имеют возможность инвестировать небольшие деньги, а мы наперед можем видеть уже, планировать какие-то действия, то есть денежные средства, которые придут нам, например, на протяжении ближайших 8-9-10 месяцев, потому что люди выплачивают рассрочку. Бывает досрочно кто-то выплачивает, но по крайней мере общая сумма нам видна. Итак, это был 15-й год. Что хотелось бы еще, наверное, отметить, когда была процедура закладки нулевого километра, стоялась международная конференция. В Белоруссии приехало там несколько десятков наших инвесторов, которые принимали участие в акции «Посади дерево», посадили свои первые именные деревья на территории экотехнопарка. Сейчас же 16-й год. И вот в начале этого года получила история, продолжение, история с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, потому что именно в начале года Анатолий Дарвич написал письмо премьеру Российской Федерации о том, что поблагодарил, точнее, в этом письме за то, что Медведев обратил внимание на технологию во время Госсовета в Ульяновской области, в Ульяновске, который проходил, и сказал, что тот вопрос, который вы тогда задали, найдете, например, инвестиции, тогда реализовываете технологию, мы решили, пригласил Медведева на территорию Белоруссии осенью, с целью, чтобы он увидел своими глазами, что из себя представляют технологии, чего мы добились на сегодняшний день. В феврале 2016 года состоялось экспертное заседание Министерства транспорта Российской Федерации, и на этом заседании был принят протокол, в котором было указано, что технология, разработанная Анатолием Горочевиницким, признается инновационным. В марте месяца это получило продолжение свое, то есть 25 марта тот же экспертный совет признал технологию, разработанную Юницким, перспективной, что в принципе дает нам возможность в дальнейшем строить дороги по технологии SkyWay на территории Российской Федерации. Это нам не гарантирует, то, что мы обязательно вот-вот начнем строить, но сам факт, то, что Министерство транспорта обратило внимание, то, что технология признана, в первую очередь это ответ кем-скептикам, которые говорили, что вы непонятно чем занимаетесь, какая-то там финансовая пирамида, прикрываетесь технологией и так далее. Вы понимаете, что какой-нибудь левый, как это называют, хайповский проект нельзя признать инновационным и перспективным для развития на территории Российской Федерации такой структурой, как Министерство транспорта. Что еще? 16-й год, да, то есть очень важным мероприятием, которое должно состояться в сентябре месяце для нашей компании является транспортный форум под названием «Инотранс», который проходит раз в два года на территории Берлина, то есть в Евросоюзе, в Германии. И важный момент в том, что на данный форум нас пригласили именно устроители данного мероприятия. То есть они узнали вот такой технологии и прислали письмо с приглашением участвовать в данном форуме. Генеральный конструктор технологии Анатолий Дарачевнистский принял решение продемонстрировать действующие в масштабе один к одному транспортные средства городского транспорта и легкой трассы Skyway, которая сейчас тоже строится на территории экотехнопарка в Минской области. То есть планы на 2016 год таковы, что построить городскую трассу Skyway в навесном и подвесном виде, построить сейчас, к тому же октябрю месяцу, к концу, легкую трассу Skyway, то есть Unibike, транспортное средство, которое будет использовать, скажем так, силу человека и будет передвигаться со скоростью по струнным рельсам до 120 км в час. Далее, к концу года уже продемонстрировать действующую грузовую трассу Skyway с погрузочно-разгрузочными терминалами, также анкерные опоры, промежуточные опоры. И так далее. Ну и в 2017 году начать строительство, продлевать городскую трассу высокоскоростного Skyway. То есть нужен 15-километровый участок, чтобы продемонстрировать скорость до 500 км в час. Одно из крупных мероприятий в этом году уже состоялось. Это экофестиваль, который был 23-24 апреля в Республике Беларусь. Первый день прошел на территории экотехнопарка. Было более 700 наших партнеров, более чем из двух десятков стран мира. И второй день был в городе Минске. В октябре месяце, в конце, по всей видимости, мы планируем провести второй экофестиваль. И гостей, предположительно, будет более 3000 человек. Они все как раз таки убедятся и увидят в действии городскую транспортную систему Skyway. Она будет им продемонстрирована именно во время данного мероприятия. По сути дела, это то, что, скажем так, планируется сделать в 2016 году. Все чаще. Тут далеко не большая выборка. О технологии Skyway говорится в различных средствах массовой информации. Как на территории стран СНГ. Такие вот, вы видите здесь, например, Интерфакс. Всем известное издательство. Далее, РЖД-партнер. Мы взяли почему? Потому что даже, как мы говорим, конкуренты, то есть это их издательство размещало информацию о развитии технологии Skyway. Телевизионные каналы, радиоканалы Австралии. То есть у нас есть в новостях. Вы можете зайти на наши видео в YouTube и найти, скажем так, новости по каналу, по-моему, 7 News, 9 News, ABC в Австралии, где рассказывалось о технологии Skyway и Родхук давал свои, скажем так, заключения, экспертные оценки о транспорте, который он планирует реализовывать на территории Австралии. Кстати, он сейчас возглавляет нашу австралийскую компанию Skyway Австралия. И активно работает над реализацией проекта. И, как говорил Виктор Бабурин, заместитель генерального директора компании по развитию, что буквально на этой неделе мы должны получить какую-то важную новость с территории Австралии о развитии нашего проекта. То есть это и канал «Беларусь24», который демонстрировал где-то 3 недели назад 24, видите, передача, 24 вопроса, объектив конференции. То есть порядка 25 минут. Сам Виктор Бабурин, замгенерального директора, один из руководителей нашего СТБ, который есть в городе Минске, отвечали на вопросы и знакомили людей с технологией. Словацкое телевидение недавно показывало. Потом на венгерском языке демонстрировалась информация по телевидению о технологии Skyway и рассказывалось как раз-таки о городе Митро. Состоялось целый ряд международных конференций в Европе. В Словакии была конференция, после которой был заключен договор о взаимодействии со Словацким транспортным университетом. Технология была продемонстрирована министру транспорта Словакии. В договоре о взаимодействии как раз-таки одна из функций того же транспортного университета это разработка адресных проектов на территории Словакии и Центральной Европы. И уже статья как раз-таки говорила о том, что возможно в городе Митро, Словакии, будет реализовываться данная технология. Но, наверное, в конце, как бы подводя итог, рассказывать технологии, я включу то, что недавно демонстрировалось на телевидении Белоруссии. Есть канал Беларусь-1, это как у России, например, канал общественной российской телевидения, который был когда-то, сейчас первый канал. Есть в каждой стране свой центральный канал телевидения, государственный. И вот на канале Беларусь-1 как раз-таки в новостях, то есть есть программы время, вести, как угодно их назовите. Так вот, в передаче события по первому каналу Беларуссии рассказывалось о технологии Skyway. Я вам сейчас включу трехминутный ролик и дальше будем говорить об инвестиционном предложении компании Skyway Capital. У нас сегодня рассказ еще будет об инвестициях и о бизнесе. Автобусы над головой. Новая транспортная система пока в качестве эксперимента заработает в Мариной Горке. На так называемом Юнибусе уже мечтает прокатиться Кристина Страх. В Мариной Горке завершается строительство новой транспортной системы. Это высокоскоростной колесный транспорт, который движется по навесным рельсам. Проект демонстрационный располагается на территории бывшего танкового полигона, который сейчас больше похож на парк. Именно так видят разработчики дороги будущего без ущерба для экологии. Строительство идет два года и первые итоги можно будет увидеть уже осенью. С технологиями будущего познакомилась Кристина Страх. От Гомеля до Гродно за час. И это картинка недалекого будущего. Будущее уже наступило. По крайней мере, именно так утверждают разработчики новой транспортной системы. Сейчас строительство завершается в Мариной Горке. Высокоскоростное передвижение и экологически чистая среда вокруг. Основа концепции. Площадь стройплощадки 36 гектаров. Это пока демонстрационная модель. Эта технология не мешает экологической сущности на данной территории. У нас уже высажено 2,5 гектара садовых деревьев. Облагораживается пруд выкопан, рыба разведена, пчелы у нас свои заведены. Технологии, объясняют авторы, идеи несложные. В основе лежит колесо. Оно движется по идеально ровным рельсам. А подвижной состав специальной формы это, по мнению авторов проекта, должно обеспечить высокую скорость и плавность перемещения. Конструкция может располагаться на разной высоте от 10 до 100 метров и выше. Это в итоге позволит построить такую дорогу в труднодоступных местах. На испытательном полигоне в Мариной Горке возводят три трассы пассажирскую, грузовую и прогулочную. Вот эта трасса по планам откроется уже осенью. Пока ее протяженность 950 метров, но в следующем году планируется построить еще 15 километров. Именно тогда, по словам разработчиков, состав сможет разогнаться до 500 километров в час. Так называемый юнибус напоминает автобус. Они по расчетам будут двух типов. Подвесные передвигаются на специальных струнах для города и навесные рельсовые междугородние. Первые в теории смогут разогнаться до 150 километров в час, вторые до 600. Сейчас подвижной состав уже собирают на заводе в Минске. Материалы мы используем самые современные для изготовления подвижного состава. Это склавы алюминия высокопрочные для рамы, допустим, в качестве сцикления. Мы высокопрочный поликарбонат используем для корпуса, для облицовки использован частности стеклопластики. Поэтому подвижной состав у нас легкий. В успехе проекта и в самом деле как будто из фильмов разработчики не сомневаются. В теории по их расчетам все должно заработать идеально. Что произойдет на практике узнаем уже этой осенью. Именно тогда запустят первый тестовый состав. Кристина Страх, Анатолий Долотовский, Юрий Тиханович, Агентство Теленовостей. Итак, друзья, может быть, кто-то вас спросит, почему в первую очередь Беларусь. Но дело в том, что именно на территории этого государства все и происходит сегодня. То есть именно там мы строим тестовый участок, именно там строится экотехнопарк. И в принципе дело идет уже к тому, что буквально неделю назад Виктор Бабуин, замгенерального директора по развитию, по приглашению Министерства иностранных дел в Беларуси, презентовал технологию, разработанную Ницким, на территории Танзании. То есть это было как бы плановое мероприятие МИДа Беларуси, потому что Беларусь машиностроительная, скажем так, довольно крепкая держава. И в запланированных переговорах, да, там, взаимодействии с африканскими странами нашлось место и компания Skyway, компания струнной технологии представляла наши технологии Виктор Бабуин. И я думаю, как он говорит, все чаще и чаще придется, скажем так, проводить крупные переговоры, рассказывать, скажем так, и государственным чиновникам, и инвесторам, людям, которые владеют, например, какими-либо разработками полезных ископаемых и так далее, и так далее. То есть они могут эти фирмы, компании для себя строить эти трассы, удешевлять разработку месторождения, доставку, скажем так, того, что они разрабатывают и так далее, и так далее. Вплоть до от месторождения, до конечной погрузки от, скажем так, отправки морем либо каким-то другим видом транспорта, этих полезных ископаемых к конечному потребителю. Итак, друзья, переходим с вами к предложению компании Skyway Capital, потому что вначале я говорю, что у нас здесь есть технология, которая выводится на мировой транспортный рынок. Есть способ привлечения инвестиций к краудинвестинг, вот, и мы сейчас об этом тоже немножко поговорим, да, вот, и есть возможность создания бизнеса еще, вдобавок ко всему, сейчас. Компания Skyway Capital или First Skyway Invest Group, так она называется, полное название, зарегистрирована в Великобритании. Компания является партнером группы компании Skyway по привлечению инвестиций. Основная задача наша это работа с информацией и привлечения инвестиций с целью финансирования строительства экотехнопарка на территории Республики Беларусь. Соответственно, все, что мы делаем, способствует выводу нового инновационного транспорта на мировой транспортный рынок, о котором мы с вами сейчас говорили и смотрели пару-тройку роликов, да, и работаем мы по той же платформе, по той же системе краудинвестинг, по которой начинала работа и привлечение инвестиций компания RSO System в январе 2014 года. Конечно же, сейчас работать уже не то, чтобы легче, да, но уровень работы немножко другой, потому что в 2014 году первые инвесторы, которые принесли свои денежные средства, они могли видеть только документы, видеть, скажем так, живого Анатолия Дарасовича Юницкого, который рассказывал о перспективе разработки и внедрения данной технологии. Сегодня нам есть, чтобы показать живую, вы видели в ролике Белорусского канала, да, показан был технопарк, показаны промежуточные опоры, анкерные опоры, то, что строится, там, легкая трасса и так далее, и так далее. То есть у нас сегодня есть, что пощупать, если человек, как говорится, я не верю, может купить себе билет, поехать в Минскую область, да, и подойти там границы технопарка, посмотреть, что из себя представляет строительство дороги сегодня. Я вот нагло заявляю, что с каждым днем, с каждой неделей, скажем так, темпы строительства возрастают. И причина здесь есть в том, что, скажем, ну вот, самое сложное, да, сдвинуть с места, например, ту же телегу, которая весит тонны по рельсам, ее катнуть тяжело, потом, когда она начинает разгоняться, ее дальше толкать все легче и легче. Вот так примерно выглядит и развитие нашего проекта. Итак, задачи, которые мы перед собой ставим, основная цель, это привлечь необходимый объем инвестиций для реализации технологии, о которой мы с вами говорили. Система привлечения инвестиций, это краудинвестинг, да, то есть основная схема, по которой мы работаем, это народное инвестирование. Но, конечно же, результат, это уже, скажем так, демонстрация транспорта на территории Экотехнопарка, сертификация и вывод этой транспортной системы на мировой транспортный рынок. Задача, которую ставит перед собой проект компании Skyway Capital, это привлечение максимального количества инвесторов на основе микрофинансирования. И фактически любой человек, проживающий на территории земного шара, сегодня получает возможность принять участие в инвестиции, как правило, в которых принимают участие мультимиллионеры и миллиардеры, которые на начальном этапе распознают, скажем так, идею, технологию, которая может принести большую пользу человечеству, то есть приобретают акции компании на начальном этапе, которую эту технологию будет стремиться реализовать, инвестируют в эту компанию и в дальнейшем получают основную прибыль. Вот то же самое сегодня предлагается каждому нашему инвестору. Задача, которую мы ставим перед собой, это создать максимальные простые условия для того, чтобы инвестором мог стать любой человек, имеющий выход в интернет и устройство, которое позволяет ему это сделать. И, конечно же, мы обеспечиваем максимальную прозрачность этим действием и максимальное информационное сопровождение каждого инвестора о развитии нашего проекта, как технологии, если говорить отдельно, те новости, которые у нас родятся от технопарка, так и проекта Skyway Capital в частности. Условно, опять же, на четыре части можно разбить реализацию проекта Skyway. Сегодня самое важное это своевременное финансирование каждого этапа, который у нас есть в 15-этапном плане развития группы компаний Skyway. Сегодня мы на седьмом и каждый этап, как я говорил, имеет свой определенный перечень работы, на эти работы необходимое финансирование. Строительство эко-технопарка, то есть это то, на что направлены сегодня основные усилия, хотя уже Виктор Бабурин говорит, что это не сама цель. Уже, скажем так, пришло время вести переговоры о дальнейшей реализации технологии по большому количеству адресных проектов на территории огромного количества стран. Далее, это реализация тех самых адресных проектов, что я вам сказал, и в целом, в итоге, получение прибыли каждым инвесторам, либо от продажи какой-то части пакетов, потому что вы можете приобрести не один пакет долей компании в процессе развития нашего проекта, либо в виде тех дивидендов, которые будут распределяться с прибыли, получаемой нашей компанией, с тех адресных проектов, которые будут реализованы. У нас сегодня есть возможность приобрести, скажем так, пакеты долей компании практически для любого человека, как для бизнесмена, так и, скажем, для людей мудрого возраста, пенсионеров, для студентов. И, в принципе, у нас есть стандартный перечень пакетов, которые вы сейчас видите на экране. Инвестируя сумму порядка тысяч рублей Российской Федерации, вы можете на выходе получить 540 штук акций компании Skyway Capital. То есть, в 2017 году, как мы говорили, предполагаемая цена отдельной взятой доли компании, либо акции, 1 доллар США. То есть, ваша инвестиция возрастает в 36 раз, потому что средний столбик в данном пакете это уровень доходности каждого пакета, да, или дисконт, так это у нас называется. Каждый последующий пакет, который вы видите на экране, стоимостью 30 долларов, то есть, это порядка 2000 рублей Российской Федерации, на выходе вам даст уже 1200 долей компании, то есть, в 40 раз ваша инвестиция возрастет. Соответственно, чем дороже пакет, тем больше уровень доходности вы видите в данном прайс-листе. Ну вот, например, если человек приобретает пакет акций за 1000 долларов в стандартном прайсе, да, на выходе у него получается 180 тысяч акций. То есть, 180 раз возрастает те деньги, увеличиваются те деньги, которые он инвестирует сегодня. Вот таким вот образом, то есть, к данному, скажем так, прайс-листу я еще вернусь при рассказе о пакетах, потому что, как правило, люди приобретают пакеты с этого прайс-листа с акционного счета. У нас есть несколько счетов, мы об этом с вами сейчас поговорим. Далее, у нас существует пакет одолей компании или пакет акций, который можно отнести к так называемым акционам, да, то есть, есть выгодный дисконт, уровень доходности, да, более высокий. Если вы, например, проинвестируете 1000 долларов, то вы можете приобрести, вот вы видели, да, там уровень доходности 180 в стандартном прайс-листе, а здесь 235, да, то есть, соответственно, приобретая пакет инотранс, который у нас приурочен к выставке, точнее, к форуму, который будет проходить в сентябре в Берлине, вам начисляется 235 тысяч акций, вы получаете такой сертификат. Если вы в течение месяца еще раз проинвестируете такую же сумму, да, вам еще начислют 270 тысяч акций, соответственно, суммарно у вас будет 505 тысяч акций, да, если вы еще раз купите этот пакет в течение, не позднее, чем через месяц после покупки второго, то к тем 505 тысячам акций прибавится еще 290, и будет 795 тысяч акций. Если вы делаете это четвертый раз, у вас будет почти 1 миллион 100 тысяч акций за сумму 4 тысячи долларов США. Далее у нас есть пакеты долей компании, которые еще дают право тем, кто их приобретает, приехать на территорию экотехнопарка осенью и высадить свое именное эксклюзивное дерево. Пакеты стоимостью 5 тысяч долларов США, 10 тысяч долларов США, 25 и 50. Уровень доходности минимальный от 280 и максимальный до 335. Далее. На сегодняшний день в компании Skyway Capital порядка двух недель уже действуют пакеты, которые вы можете приобретать, но только с бонусного счета. У нас есть партнерская программа, о которой мы с вами поговорим буквально через 2 минуты. Если вы двигаетесь по партнерской программе, работаете, скажем так, в информационном русле, даете людям информацию о том, что есть такая компания, технологии, такие возможности, которые вы используете для себя, то соответственно вам начисляют определенный процент от суммы привлеченных инвестиций. Процент этот начисляется на бонусный счет, с которого вы можете покупать пакеты долей компании, можете выводить денежные средства, так как вы их заработали. У нас есть акционный счет. Акционный счет, на него начисляются ровно в половину меньше, чем на бонусный, и с акционного счета вы можете купить себе только пакеты долей компании Skyway Capital и только из того стандартного прайс-листа, о котором мы с вами уже поговорили. Здесь же вот эти пакеты, которые вы видите, вы можете приобрести только с бонусного счета, то есть живыми деньгами с платежных систем, с основного счета. Обычно у нас люди пополняют свой счет и потом с него приобретают пакеты акций, которыми они определились. Купить нельзя. То есть это дополнительное поощрение тех людей, которые развивают бизнес по партнерской программе, так как на этих пакетах тоже очень выгодный дисконт. Достаточно высокий уровень доходности. Как я говорил, в компании Skyway Capital и в группе компании Skyway с ноября месяца 2015 года используется продукт «Возможность приобретения долей компании в рассрочку». То есть начиная с суммы 25 долларов в месяц и заканчивая с суммой 5000 долларов в месяц, то есть на разный срок возможность приобретения рассрочки, вы можете себе выбрать удобный пакет. Те пакеты, к которым мы уже привыкли, они у нас порядка 4-5 месяцев уже существуют, даже больше, то есть с января больше, но фактически полгода. Это пакет «Старт», «Сеньор» стабильный бизнес. 25, 30, 50, 100 долларов, 200 долларов ежемесячных инвестиций и каждый из этих, скажем так, рассрочек имеет свой срок выплат. Например, «Старт» это на 10 месяцев, «Сеньор» пакет на 8, далее на 10 месяцев пакет стабильный 100 долларов ежемесячных инвестиций и у нас на 9 месяцев был пакет «Бизнес». У каждого из этих пакетов, о которых я сейчас назвал, есть еще дополнительные, скажем так, премиальные условия. Если вы сделаете двойным платеж во время оформленной вам рассрочки, двойным платежом у нас в компании считается покупка пакетов не позднее 24 часов друг от друга. То есть, купили первый пакет и в течение суток оплатили еще и второй пакет. То вам начислиться дополнительно от 9 тысяч до 144 тысяч акций в зависимости от выбранного пакета. Либо, если вы активно строите партнерскую структуру, делитесь информацией с окружающими людьми, если в течение, скажем так, месяца минимум три новых человека приобретут пакет акций стоимостью от 25 долларов и выше, вам точно так же будут начислены эти доли компании. Не так давно, фактически около месяца скоро будет, да, у нас действуют пакеты для оформления долей компании на своих детей, то есть, в возрасте от 0 до 17 лет. То есть, малыш и студент, пусть вас не путают, скажем так, название, это просто действительно название данных пакетов, вы точно так же можете, если сделаете двойной платеж, увеличить на 30 тысяч, либо на 85 тысяч сертификат, который оформляете на ребенка, и плюс, если вы все выплачиваете срок, вам и ваш премиальный счет будет начислено либо 5 тысяч акций дополнительно, либо 10 тысяч акций дополнительно. Это те инвестиционные возможности, которые сегодня есть в компании Skyway Capital. То есть, каждый может выбрать по своим возможностям удобный пакет и оплачивать его либо в рассрочку, либо раз его покупать. То есть, в принципе, никто никого не может заставить, и мы никого не заставляем инвестировать там последние денежные средства, последние сбережения, либо даже, скажем так, не имея таковых, где-то занимать, брать кредит и инвестировать в наш проект. Не нужно. Вы можете просто зарегистрироваться, подписать партнерский договор в разделе партнерская программа, в разделе инструменты партнера, и после этого, в принципе, знакомя людей с информацией, я не могу сказать, что это легкий путь, но тем не менее, накапливать денежные средства на бонусном и на акционном счете, покупать с бонусного счета, например, пусть даже 15 долларов в пакет и в дальнейшем еще зарабатывать по нашей партнерской программе. То есть создавать собственный бизнес, не дожидаясь выхода группы компаний Skyway на мировой рынок транспорта и на мировой рынок финансовый, рынок инвестиций с теми долями компании, которые приобретают наши инвесторы. То есть этот бизнес, он, скажем так, я не могу сказать опять же, что он легкий, действия здесь, в принципе, простые. Мы работаем с информацией. Если вы, как я говорю, одухотворились информацией о технологии, о развитии нашего проекта, верите в то, что данная технология решит огромное количество проблем в жизни человечества, начиная от экологических проблем, заканчивая просто проблемами передвижения в транспорте, соответственно, вы с чистой душой можете эту информацию давать своему окружению. Это вам может позволить дать людям возможность изменить их жизнь, улучшить свою финансовую составляющую и в будущем, и сейчас, и вам в том числе. Как правило, по партнерской программе более подробно мы ведем речь по вторникам в 18 часов по Москве и по пятницам в 13. Вы можете прийти сами, вы можете пригласить своих партнеров, которые недавно, например, зарегистрировались, им интересно узнать, что они могут здесь иметь, помимо, скажем так, доходов от продажи пакетов долей компании, когда наши акции будут работать на инвестиционном рынке, либо, скажем так, получать дивиденды. А что вы можете получить уже сегодня? У партнерской программы большое количество преимуществ. И то, что можно на 15, скажем так, проинвестировать на 15 долларов наш проект и в дальнейшем получать не одну сотню, даже не одну тысячу долларов ежемесячного дохода, нет необходимости доказывать, что ты не верблюд, как я говорю, да, то есть подтверждать квалификацию вас никто не будет доставлять, у нас 6 ступеней карьера, и вы можете в своем темпе двигаться по направлению к верхней ступенке этой карьеры, к квалификации, которую называют «Стопэксперт». Достаточно высокий уровень процентов, которые выплачиваются от привлекаемых инвестиций непосредственно вами, то есть до 20% в зависимости от квалификации вы можете получать. Большой уровень глубины, до 24 уровня, да, вы можете получать от 0,1 до 7% от товарооборота, создаваемого вашей структурой. Вас никто не может ограничить количество партнеров, которых вы можете пригласить за собой, и непосредственно с первого поколения, как я уже говорил, вы получаете максимальное вознаграждение. И вознаграждение, которое начисляется нашим партнером, занимающимся созданием бизнеса по партнерской программе, начисляется на бонусный инновационный счет. Об этом мы с вами уже немножко раньше поговорили. Для людей, которые активно развивают бизнес по партнерской программе, есть целый ряд инструментов. В разделе «Инструменты партнера» это план вознаграждения, который можно скачать на свой компьютер и демонстрировать его своему окружению. Это ваши реферальные ссылки, которые являются первым инструментом. Благодаря именно этому инструменту у вас появляются партнеры в первом поколении. Ссылки реферальные ведут на страницы наших интернет-ресурсов, на сайт, на лендинги, либо прямо сразу для тех людей, кто разобрался в информацию, на страницу регистрации, после которой люди становятся вашими партнерами. Баннеры. Порядка 60 баннеров, которые точно так же будут вести либо на официальный сайт, либо на лендинг-партнеров. Они разного размера. Вы можете выбрать тот, который вам наиболее, скажем так, удобен для вашей странички в интернете, сайта, блога, либо страницы какой-либо в соцсетях. Разместите штеймл-код у себя на странице и там будет, скажем так, меняющие картинки баннеры, которые привлекают внимание людей. Нажимая по данному баннеру, люди переходят на наш интернет-ресурс, либо на сайт, либо на лендинг-партнеров. Что важно, то, что этот баннер, если у вас есть интернет-бизнес, инфобизнес будет на вас работать 24 часа в сутки. В разделе новостей в личном кабинете точно так же есть инструмент, благодаря которому вы можете делиться информацией по тем новостям, которые есть в нашем проекте, в своих аккаунтах в социальных сетях. Если вы зарегистрированы в Фейсбуке, в Твиттере, в Одноклассниках, в моем мире, либо ВКонтакте, вы можете нажать на эту кнопочку, кнопочку напротив понравившейся новости, ввести комментарий в окошечко, нажать кнопку разместить и все, кто у вас есть в друзьях, в тех группах, в которых вы находитесь, люди получат информацию, что вы разместили что-то интересное, они могут перейти, ознакомиться с информацией, дальше осуществить переход на наши интернет-ресурсы, нажать кнопку регистрации и стать вашими партнерами в бизнесе компании Skyway Capital. К инструментам мы относим онлайн-мероприятия, которые у нас проходят каждый день по несколько штук, по несколько раз. Это вебинары различные, презентации партнерской программы, это обучающие мероприятия, которые проводят лидеры нашего бизнеса. Это мероприятия по технологии, которые у нас, как правило, проходят по воскресеньям, понедельникам и среднам. В общем, найти это расписание достаточно просто. Далее, это периодические промо-акции и живые, как мы говорим, презентации, то есть, которые проходят в различных залах, в городах и странах каждый день фактически. Найти информацию об этом вы можете в разделе событий, расписание вебинаров, там есть две таблички. Вы можете выбрать ту дату, которая, скажем так, вас устраивает время, кликнуть, посмотреть, кто ведущий данного мероприятия, скопировать ссылку, потом зайти и прослушать информацию, пригласить на это мероприятие своих друзей, знакомых, родных, близких, то есть, тех, кого вы хотите ознакомить с данной информацией. Есть возможность обращения в службу технической поддержки, которая у нас работает в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, со страницы сайта либо со страницы личного кабинета. То есть, справа, панелька, нажимаете, высвечивается, ну, сейчас немножко видоизменилось уже это окошко, да. Вы можете нажать на кнопку «Задать вопрос» либо заказать обратный звонок и менеджер отдела информационной поддержки с вами свяжет. Также очень удобно, в личном кабинете есть кнопка «Позвонить сайта». Неважно, в какой стране вы вышли в интернет, у вас есть личный кабинет, вы нажимаете эту кнопку и звоните к нам в отделу информационной поддержки с 10 до 7 часов по Москве до 19. Менеджер вам ответит и помогут разобраться в ситуации, которая у вас сложилась, либо ответить на ваши вопросы. По сути, участие сегодня в проекте компании Skyway Capital это возможность участвовать в крупном инновационном, инвестиционном проекте, приложить свои физические, духовные, моральные усилия. В дальнейшем получить не только, скажем так, плюс финансовой составляющей вашей жизни, но и также моральное удовлетворение от того, что вы приняли участие в проекте, который круто изменит жизнь человечества в лучшую сторону. И потом вы можете об этом гордо рассказывать своим детям, внукам, да и себе в первую очередь, то, что вы не пропустили эту возможность, как многие пропустили те возможности, которые, скажем так, открывались в последние десятилетия, либо столетия. То есть никто из нас с вами не преуспел, например, в реализации и в становлении рынка электричества в начале 20 века, автомобилестроения, дальше там спутниковые связи, например, телевидение, да, мир интернета. Вот. Стив Джоусс не пришел к вам и не сказал, уважаемый, если ты сегодня вложишь 20, там, 30, 50, 100 долларов в развитие моего проекта, да, то ты станешь миллиардером. В принципе, он начинал примерным образом что и Юницкий, только, скажем так, у него было какое-то несколько десятков более крупных инвестиций от людей, но тем не менее, сегодня Анатолий Дарович Юницкий обращается к каждому из вас и предлагает стать участником и совладельцем технологии, которая в дальнейшем будет приносить серьезный уровень дохода вам и вашим потомкам. Поэтому подумайте, взвесьте, надо ли это вам и насколько сложно, скажем так, двигаться в этом направлении. Давайте информацию своему окружению, потому что это действительно отличная возможность. Данный слайд информирует вас о том, где мы находимся, наш телефон. Поэтому, если есть какие-то вопросы, коллеги, я готов и сейчас выслушать. Сегодня у нас еще нацелены, скажем так, точнее, будет проходить целый ряд вебинаров. Информацию можете найти в разделе расписания вебинаров. А если есть вопросы сейчас, ссылка на ролик, вот я вижу, Татьяна задавала вопрос. Вы можете зайти в личном кабинете в раздел новости, и там, по сути дела, в Skyway Capital третья новость сверху. Будет дана информация, уже нашли, молодцы. Итак, коллеги, если вопросов нет, то, наверное, на этом будем заканчивать мероприятие. Да, у нас на этой неделе целая череда вебинаров. Завтра будет по партнерской программе в 18 часов по Москве. В среду у нас будет обзор личного кабинета. Не хочу загадывать наперед, но кто его знает, возможно, уже и новый личный кабинет. Поэтому следите за информацией. Вы можете одни из первых увидеть, как будет выглядеть личный кабинет. Роман, вы написали, что вы перевели 600 долларов. Сразу хотелось бы уточнить, в какую компанию платили, да, и какая платежная система. Если это было три дня назад, это была, пятница, да, Advanced Cash Capital, ну, где-нибудь информацию о том, что вы платили, отразили в технической поддержке, либо где-то еще. Ну, я понял, суббота, скажем так, у нас есть платежные системы, которые автоматом зачисляют денежные средства, да, а есть те, которые вручную. Поэтому суббота, воскресенье, все-таки это выходные дни, и у нас финодел, он далеко не громадный, да, буквально там пару человек, которые зачисляют большое количество платежей. Вот таким вот образом. Поэтому я думаю, что если, например, завтра не случится, денег вы не увидите, службы техподдержки сайта, я вам показал, написать, если у вас есть крены вашего платежа, тем более продемонстрировать, либо это решится очень быстро, либо оформится заявка, и все равно решится быстро. Если вы все правильно сделали, по инструкции и так далее, то никуда ваши деньги не денутся, не переживайте. Есть ли еще какие-то вопросы? У нас в Москве на этой неделе 27 числа в среду будет проходить живая презентация. Тут недалеко от офиса, недалеко от метро Сарапуховска и Павелецка. Если у вас есть люди, проживающие в данном регионе, то вы можете пригласить их на данное мероприятие. Они могут вживую получить информацию о развитии нашего проекта, задать свои вопросы, как говорят, чем черт не шутит, принять решение, стать инвестором, то есть вы людям сделаете полезное дело, они смогут, скажем так, стать совладельцами технологии. Если вы пройдете по этой ссылке, здесь форма регистрации, по которой вы можете скопировать и дать тем людям, которые проживают в Москве, они оставят о себе данные. В 19.30 гостиниц Татьяна. И следите за информацией в разделе события, который я вам показывал, расписание вебинаров. Возможно, в вашем городе, в котором вы живете, на этой неделе либо на следующем может проходить живая презентация, куда можно в зал пригласить своих друзей, знакомых, чтобы они получили информацию. Вы знаете, пока добавлены те платежные системы, которые добавлены. То есть, в принципе, переговоры постоянно ведутся над расширением линейки и выплаты, скажем так, денег по платежным системам. Их огромное количество. Вы знаете, это непростой процесс. Не все соглашаются на то, чтобы сотрудничать, но это право в принципе платежной системы. Итак, друзья, если вопросов нет, я, наверное, буду заканчивать. Ну, наверное, поздравляю вас с началом новой рабочей недели еще раз. То есть, не хочется, скажем так, поздравлять с последней недели июля, хотя, время остановить невозможно. Лето тоже, скажем так, когда-то закончится. Я желаю, чтобы вы этим летом получили, скажем так, удовольствие физическое, моральное, духовное, финансовое. Как от отдыха, который, возможно, у вас еще в середине, так и от того, что вы можете сотрудничать с нами по партнерской программе и получать деньги на те вопросы, которые возникают в вашей жизни. А мы вам в этом поможем. Спасибо вам всем. До новых встреч на мероприятиях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова